До початка урочистого шестя поголовные улицы Гомеля еще мальгадина, а всякие транспаранты уже разгорнуты. На площади Повстани и Каляяе тысячи представников праздновных коллективов и громадских организаций. Тут же в день великая очины для их организаторы подрактовали специальные автомобили. Навум Каплан не только прошел дорогами войны, а и больше 30-ти годов оборонял родимую на пограничных рубежах. Кажется, что день незалежности для его свято, которое свечится на явность в Беларуси светлой будущей. Было пережито много, но уже достигнуто очень и очень много. Благодаря белорусскому народу, благодаря правительству, благодаря Покошенко. Дай Бог, чтобы все было бы дальше хорошо и спокойно. Белорусский народ все выдержит и добьется новых успехов. Не каждый народ на земле сегодня может оказать на явности соправданной незалежности. У белорусов есть свой дом, который они сами уладковывают и у каким сами вызначают правила гульни. Мы проводим властную политику и маем властный погляд на свет. Безумовно можно назвать широких инжих ведомых и маловедомых подей, которые могут надаться не меньше значными. Але их выникам все же таки стало тое, что сегодня Беларусь незалежная краина. Митинг, когда мемориалы «Вечный огонь» — мероприемство, у яким одночасово урочистость и смуток, радость и слезы теруту денег у ветераны войны. Зусим молодыми трапили яны у пекла жорстких боёв. Але на суперку сяму выстояли и перемогли, чтобы потом уже умеренный час отродить житё литерально с попелу. Сегодня, когда шерах предприемства в региону сутыкнулся с экономичными проблемами, а для достигнений станучих выников необходимо прокладать значное намагание, ветераны рают зернуться назад. Тогда, после закончения Великой Ачины, было кудыбуч тяжко. Не хапало працанных рук, будовничных материалов, сыровины, палева, техники, продуктов харчевания. А лишь яны сдулили и перемогли еще раз. У денег Великой Ачины герой социалистичной працы Миколай Курсант пришел на гомсинемашу початку 50-х. Ковалем у простудников в этой профессии праца легкой не была Николи. Это тяжелый блок труда. Очень тяжелый. Даже снято небольшой фильм, где в архиве лежит, как работали кузнецы. Где будет легко? Надо работать, и будет легко. У святочной программы «Белорусская гольня» и «Дефиле» купляется белорусская. Презентация детячих инициатив и краизнавчая аллея «Сарый Гомель», плюс шматлякие концертные программы, колонны, за ких проходить под назвой «Мы, белорусы, мирные люди», на пряцовце, лепшие мастерские коллективы города и в области, плюс патриотичный блок с показальными выступлениями. Это все ж таки День незалежности. Яны завсёды на варсе нашей безпеки, военнослужащая и бойцы подразделений у Министерства по незвычайных ситуациях. После заканчения концерта организаторы признаются, заразумело хвалявалися, але все отрымалось, як Ниль Галевшку, в першую чергу дякуючу профессионализму удельнику концерта. Один, единственный такой праздник, День независимости нашей республики, и где молодёжь, пожилые участники творческих коллектив, они ответственно подходят и серьёзно к этому празднику, поэтому мне было очень-очень легко работать. И я благодарен всем тем, кто принимал участие в этом празднике. В уголе профессионалы на Гомичине сегодня есть во всех сферах, что я ещё раз подтвердил город майстров. Сегодня в регионе працуют сотни майстров декоративно-прикладной творчести, яке, сдаётся, могут всё от выробы улодок по старожитных технологиях, до отказства рушников с поясами. Беларусь и в темнику Гомичина заусюду славилась своими гончарными майстрами. До речи, как вырабить вот такие сбаны, с управленным майстром потребовалось ягод никаких один. Его головное призначение – заховывание разных напоев, в темнику квасов. Святочное мероприемство с на годы Дня независимости прошли и во всех районных центрах Гомичины. Причём усюда имкнулись и знайси нечто своё. У Музыры, например, презентовали молодёжный проект «Велосипедный транспорт. Будучи здоровой нацией». У городским посёлку Октябрьске организовали конкурс букетов, а у Рогачёвы запросили на кулинарный фестиваль. Александр Тюров, Игорь Мариченко, Телера, до компании «Гомель».